Леонид Александрович, хотел с вами познакомиться, зная о том, как вы воевали в Курской области. Вы там с 8-го числа, да? С 8-го числа по 24-го августа. То есть практически сразу же после того, как боевики с Украины зашли на территорию Курской области. Так точно. И вы командовали батальоном? Я командовал батальоном. Населенные пункты Малой Лотой. Насколько мне известно, подразделение, которым вы командовали, фактически оказалось? В окружении. И дело дошло до того, что вы вынуждены были вызвать огонь нашей артиллерии на себя. Так? Так точно так и было. Потом часть людей вывели из этой зоны окружения, оставили, а сами вернулись опять к своим военнослужащим в зону боевых действий. Ну, я зону боевых действий не покидал, выводил проводник, который знал маршрут движения, вывел раненых, вывел гражданских жителей, порядка 30 человек, и военнослужащих по призыву, которые в течение дней нашего пребывания, отступая из своего населенного пункта, просто попали на нас, вышли к нам. Поэтому их эвакуировал вместе с гражданскими жителями населенного пункта. В связи с чем пришлось вызывать огонь и артиллерию на себя? Ну, противник, он плотно взял просто в кольцо. У нас оставались только боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты в наличии. Поэтому, чтобы нанести максимальную потерю противнику, был вынужден вызвать огонь на себя. А потом, все-таки, сами вышли, вывели людей из окружения и даже в плен кого-то взяли? Да, так и получилось. Принял решение, отправил группу из двух человек в темное время суток, потому что с рассвета они, ну, вооруженные силы Украины, они приступили бы к штурму колонии, завязался бы тяжелый бой, неравный бой. Оценив свои силы, принял решение, отправил группу, вырезали проход в тыльной части исправительной колонии. И в 2.15 по моей команде 31 человек общей колонной двинули на соседний опорный пункт на удаление километров 200. Вывели людей с минимальными потерями? Вы ввели людей без потерь. Спасибо. Александр Александрович, имея в виду то, как профессионально Вы выполняли свои боевые задачи, не утратили руководство подразделения в критической абсолютно ситуации, ввели себя мужественно, героически. Министерство обороны и начальник генерального штаба представили Вас к званию Героя Российской Федерации. Этот указ будет подписан, буквально на днях это сделает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok